привет друзья с вами вновь виталий сегодня июнь месяц жаркая погода была в нашей местности и буквально вот такой день выдался немножко пасмурный и благодаря этому я могу вам записать видео ролик на тему на тему успеха или как я там назвал видеоролик про задницу задницу почему мы оказываемся в заднице и меня на этот видеоролик мотивировал вот это вот эти вот эти строки и священного писания и евангелия от матфея самая большая самая большая и самая важная книга о саморазвитии это даже не книга это это священное писание новый завет как это ни странно вы скажете что здесь можно подчеркнуть о саморазвитии я вас уверяю здесь практически все что здесь сказано интерпретируется затем вот этими специалистами мастерами в своих речах на современном языке социального какого-то экономического аспекта переводится и получается такой живой интересный диалог с нашим сознанием с нашей мотивацией и тому подобное так вот сегодня меня вот эти строки сильно как бы мотивировали сказать и разобраться в проблеме моей собственной проблеме то есть моя собственная проблема как я попадаю в так вот здесь говорится о чем о том что не надо заботиться о дне завтрашнем и одновременно не надо думать о дне прошедшем это два важных аспекта которые помогают нам понять очень важную вещь сейчас я нарисую эту важную вещь то есть когда я начинаю беспокоиться о будущем вот я нахожусь вот здесь вот я нахожусь в этой точке точке настоящего и моё беспокойство о будущем какое-то образовалось я начинаю свои чувства отправлять в это бесконечно бесконечное будущее какое-то пространство вот таким путем уходит мои чувства из настоящего и в то же время я начинаю начинаю такое размышлять о своем прошлом мои мысли мое сознание занято мыслями о прошлом и мои мысли куда ходят мои мысли уходит от куда-то сюда прошлое напишем из прошлое а здесь у нас некое будущее какое-то будущее которое нас волнует беспокоит туда мы соответственно отправляем свои чувства чувство страха чувство беспокойства волнение переживания какие-то о будущем и чувствую мои уходят откуда не уходит это мой главный ресурс настоящим вот настоящим мой главный ресурс вот он мой главный ресурс мысли и чувства они должны быть здесь настоящим о результате моего беспокойства о будущем вот об этой теме и в результате моего размышлений о прошлом и так далее мои мысли уходит и разделяется чувства и мысли результате я попадаю оказываюсь в чем оказываюсь видите в чем оказываюсь вот на задница задница вот на задница вот это задница оказывается это задница она как бы открытые скажем так да и в эту задницу нас как говорится имеют наши господа и хозяева которых на которых мы работаем, и которые очень сильно используют вот эти вещи, чтобы мы постоянно находились в таком ущербном состоянии. Используют, здесь используют, допустим, чувство вины какой-то, или тут используют чувство разного страха, беспокойства, ты что-то сделал не так и тому подобное, ты не достиг поставленных планов, ты виноват и так далее, и твои чувства и мысли разделяются. Разделяются из настоящего момента. И ты здесь остаешься в заднице. Вот на эту задницу нам нельзя попадать. И вот это моя проблема такая же. То есть я очень часто начинаю думать о прошлом. Или тем более, если в прошлом задели какие-то мои эмоции, какие-то мое эго задели и так далее, то соответственно, я в какой-то момент, в какой-то день начинаю думать о прошлом. И соответственно, мысли у меня кроме настоящего, никаких нет. И я начинаю чувствовать будущее какое-то неопределенное. Начинаю туда чувства посылать. Все. И оказываюсь в заднице. Моих ресурсы, все мои ресурсы ушли из настоящего. Надо что делать нам, чтобы не оказываться в такой ситуации? Надо следовать вот этим простым правилам. не заботиться, не заботиться о завтрашнем дне. Не думать о прошлом дне. Лучше думать о прошлом с чувством, как о настоящем. То есть об этом говорят наши гуру, наши специалисты американские, канадские и так далее, отечественные специалисты говорят о том, что притягивайте в настоящее свою цель. Думайте о достижимости цели, что она достигнет эта цель в настоящем. Визуализируйте ее, представляете, в настоящем. Соединяйте мысли и чувства в настоящем. То есть вот здесь надо поставить плюс. Ставим плюс и возвращаем сюда мысли и чувства. Тогда здесь у нас будет не задница, а что у нас будет? Передница здесь будет. Мы уже будем трахать, да, кое-кого, грубо говоря. Так вот. И вот здесь интересный момент, который меня сильно как бы взволновал. Вот этот перевод, как бы, такой более упрощенный перевод. Потому что здесь слово звучит не как забота. Не как забота, звучит как слово. Это такое более широкое уже раскрытие этого понимания для вас. Возможно, вас это заинтересует, и вы возьмете на вооружение вот эту тему. Потому что я сейчас вот это взял на вооружение непосредственным образом к своей жизни применяю. И рекомендую вам также применять это к своей практике, ежедневной практике. Так вот здесь слово идет не забота, а идет слово злободневность. то есть такое слово как бы оно созвучено за словом зло, да? Злободневный такой день у нас. Злободневный, проблемный день. Но вот слово зло оно более такое яркое и более такое эмоционально понятное. Когда мы пишем зло, когда мы пишем зло, у нас ассоциация какая сформирована этим кинематографом, Голливудом сформирована, литература какой-то сформирована, что зло это есть плохого. Есть плохой парень, есть хороший парень, и это как бы зло, есть добро. Но это не совсем так, потому что это опять же уловка господ из хозяев, которым выгодно, чтобы вы опасались вот этого состояния. А это состояние очень оно энергичное, очень позитивное состояние, состояние внутренней такой энергии вот этого зло, когда соединяется мысль и чувство вот здесь, у вас появляется энергия, ниоткуда не возьмись, энергия действия, энергия мотивации и так далее. Это состояние очень интересное, оно такое как бы раскрывает ваш потенциал полностью. И вы становитесь таким злым, скажем так. То есть внешне люди видят вас энергичным таким, деятельным, вы не видите компромиссов никаких, вы прете к своей цели, потому что вы сюда пришли, у вас мысли и чувства, которые рождаются здесь, в результате процесса самопознания, самопознание происходит внутри вас. Эти чувства рождаются, эти мысли, вы знаете, самопознание. Итак, друзья, друзья, я сегодня говорю о заднице и хотел, чтобы вы вот эту тему прочувствовали, продумали ее и вот это вчитались в эти строки, что не надо, не надо заботиться о завтрашнем дне. В сегодняшнем дне достаточно заботы, достаточно злободневности всякой, достаточно проблем. И эти злободневности, эти проблемы, ваша энергия, ваш потенциал, ваши действия будут энергичны, мотивированы этими мыслями и чувствами, которые будут находиться в вашем сегодняшнем дне. И вы не будете задницей, вы не попадете в задницу, вы будете передницей. Ну, передницу можно нарисовать, да? Вот такую передницу можете нарисовать. Вот такую об этой переднице я потом расскажу в следующем видеоролике. Я хотел этот ролик рассказывать про передницу, да? Но мы его перенесем попозже в связи с такими погодными условиями. Итак, друзья, сегодня наша тема была про то, как не попадать в задницу, как из нее вылазить и как не позволять другим искусственно создавать у вас ощущение задницы. Чтобы ваши мысли и ваши чувства находились здесь в настоящем моменте. Чтобы вы думали о своих совершениях как в настоящем моменте, соединяя чувства и мысли. Благодаря чему? Благодаря чему все дело? Благодаря священным писаниям, которых написано о саморазвитии, о самопознании очень много, написано таким достаточно сложным языком. И благодаря этим мастерам, которых мы знаем, этот язык трансформирован на современное восприятие и мы можем этими системами воспользоваться. Это на самом деле работает. И я непосредственно образом. Сейчас вот в этой теме нахожусь, применяя на своей жизни, на своей практике вот эту тему чувства и мысли в одном месте. Не думать о прошлом, не переживать, не чувствовать, не заботиться о будущем, а все время соединять чувства и мысли в настоящем моменте. Итак, друзья, всех вам благ. С вами был Виталий. Подписывайтесь, лайкайте. Меня это мотивирует. Будьте здоровы, счастливы. Хорошего вам лета, жаркого и отдыха. Отлично. Пока-пока. Пока-пока.